Итак, раньше я рассказывал, дорогие наши зрители, что мы специально включились пораньше для того, чтобы одну вещь отследить. Отследить, как будут доставляться ветераны к месту проведения парада, потому что были некоторые неясности, были общественники, которые говорили, что есть достаточно ветеранов, которых некому везти, а администрация их везти отказалась. Была администрация, которая говорила, что ветеранов везут родственники, и те, у кого родственников там нет, то они могут звонить в администрацию, по заявкам их привезут. Ну, в общем, из тех, с кем мы поговорили, привет, привет, вот, из тех, с кем мы поговорили, родственники, привозили родственники. Но вот сейчас ждем, когда... Вот видите, идут люди. Вот сейчас ждем, когда подойдут общественники, которые дежурят на Челюскинцев Ельцина и там, собственно, координируют, чтобы волонтеры, тех ветеранов, которых везут волонтеры, собственно, чтобы их пропускали. Вот. Но пока все замечательно. Ветераны вот уже выстроили, сейчас им дают распределение, в какую машину, кому из них нужно сесть. Вот распределяют. Что интересно, мы успели застать, что в этом году им отдан четкий приказ не махать руками и никого не приветствовать, просто ехать. Проговорили четко и ясно. Вот. Ну и, собственно, было объявлено перед строем, что обратно ветеранов повезут автобусы, насколько я понял. С ним автобусом они будут доставлены домой все, по домам. Вроде как это вот... Областные власти. То есть это... Координируют это... Координируют это службу губернатора. Вот. Вот наши бодренькие ветераны. Пойдемте пока. Посмотрим, уважаемые зрители. Ну, тут, собственно, все без изменений. Ну, единственное, скапливается народ. Вот, начали. Начали заводить автомобили. Смотрите, какие они крутые. Давайте я вам покажу, как поедут ветераны. А у вас ветеран на заднем сидении, да, будет? Как обычно происходит? Ага. А здесь свободное место? Ну, как в прошлом году было так же, да? А с какой скоростью поедете? Километров 20-30? 20 километров. 20 километров, да? Ну, в колонне. Вот. Классные, красивые, отбирайные машины. Скучают журналисты. Конечно. Всем уже хочется, чтобы это прекрасное рабочее утро у них закончилось и начался выходной. О, давайте поближе рассмотрим. Потому что потом он просто проедет, и мы как бы... И все, и не увидим больше вот эту прекрасную машину. Командирская Волга. Не знаю, она, наверное, раз в год используется. Собственно. Для этих целей и все. Слушайте, скажите, это Волга, она один раз в год, да, только выезжает, наверное? Больше не используется. Ну, вот, да, вот. Бойцы военной полиции подтвердили, что это вот у нас такая парадная машина. А вон там, вы уже видите, техника встала. Ночные парады, это, конечно, хорошо, но... Слушайте, а можно зайти и кадр сделать? На два шага буквально. Нет, это на левую. Не поможет? А. Давай, два... Раз-два, и я обратно зайду. Вот, посмотрите, какая перспектива на улицу Ленина. Просто обалдеть, не так ли? Все, спасибо. Ага. На улице Толмачева, по-моему, я вот шел сюда. Да, выстраивается, кстати, бессмертный полк. Там тоже скапливается народ. Вот. Вот тут тоже зрители. Вот. Остается, в общем, пожелать терпения многочисленным сотрудникам полиции, которые все это цепляют, сдерживают, не пущают, объясняют людям, как им пойти, объясняют жителям этого района, как им выйти и попасть куда-то, куда они хотят. Да. Сегодня у многих тяжелый рабочий день. Ого-го. Так, сейчас я. Ветеранов сейчас, я так понимаю, начинают рассаживать по машинам. Кинологи пошли. Собственно, ветеранов идут к автомобилям. Так мы не можем увидеть общественника, чтобы нам объяснили, что там, как у них все это вот с доставкой обстояло дело. Ну и ладно. В общем-то, празднование Дня Победы не это самое главное. День Победы не это самое. День Победы не это еще. Принциплиния. День Победы. Вот, потихонечку, помаленечку, ветеранов усаживают. Мы, наверное, тоже скоро, сколько сейчас времени? А, 15 минут, но минут через 15 тоже пойдем занимать место и уже будем ждать парада. Ой. Ага, вот так вот. Ветеранов, мальчу, усадили компактно. Не знаю, не спрашивал и не узнавал, я как-то не помню, сколько в этом году их участвуют в этом параде. Ну, можете сами посчитать. Смотрится, конечно, замечательно. Ага. Ага. Вот волонтеры, собственно, помогают, рассаживают. Вот, на том. Ага. Ага. Какая-то заминка, естественно, возникла. Так, ну, в общем, такие организационные моменты, это обычное дело. Отклонить. Мне звонят кто-то, как раз, кто-то из общественников. Вот, если посчитаем, то, что есть, так, его. Есть. Тан-тан-тан. Девай, нет. Да, да. Здравствуйте. Гузель. Это вы? Да. Сейчас, тут на секунду, привет. 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 Андрей, а ты где? Ты не за кордоном, что ли? Так, проходи. Так, вот. Собственно, посмотрите, сколько народу. Честно говоря, я не очень понимаю, на что эти люди рассчитывают. То есть, что им отсюда будет видно? Ну, что-то, наверное, будет. Видимо, они решились лезть на площадь, опасаясь давки. Вот. Скажите, пожалуйста, а вам отсюда что-нибудь видно будет? У нашего окошка только улица немножко. Да, там вроде же как-то проходят люди на площадь. Вы давки боитесь, да? Или просто обходить долг? Нет. Как проходить надо? Неизвестно. Ну, там кто-то стоит, как-то проходит, видимо, там, окольными путями. Я просто удивляюсь вам, вот особенно тем, кто в задних рядах вообще ничего не видно будет. Наверное. Ну, какое-то есть, но как туда пройти, это большая тайна. Ну, вот можете спросить у сотрудников, может, они вам объяснят. Что происходит? Мы привезли всех ветеранов. Все хорошо. Пойдем сюда. Никаких проблем нигде не было. Потому что на постах те люди, которые сотрудники ГИБДД встречают, они, на самом деле, уже знают практически всех ветеранов. Ага, в лицо. Ежегодно, да. То есть, и когда они нас увидели, они, так мы и вас помним с прошлого года, ветеранов, конечно же, всех знаем в лицо, поэтому вопросов не будет. Это нас, безусловно, немыслимо порадовало. Вот именно сейчас, когда все ветераны, которые сейчас находятся в УАЗе, когда мы их доставили, ну, часть тех, кого мы привезли, да, это около 30 человек, вот сейчас у меня тоже начался праздник, наконец-то. Вы 30 через лет? Да. Я просто тут смотрел, спрашивал. Есть точно 27. А сколько их всего? Всего их около 40. Ну, то есть, смотрите, часть... Так, поясните мне, пожалуй. Да, ну как, 40 и 27, то есть, получается, 13 человек привезли родственники. Да, там 13 привезли родственники, еще кто-то, да, то есть, допустим. Ну, вот у нас в редакции был вопрос, а что, у остальных родственников нету, что ли? Вообще, все эти проблемы с доставкой ветеранов. Смотрите, родственники, к сожалению, есть не у всех, это правда. Получается, что у большинства? Ну, смотрите, не совсем у большинства. У некоторых, у кого есть родственники, у кого прекрасная семья, нет машины в семье, да, то есть, ну, так бывает. Ага. Без машины, сами понимаете, на такси через вот эти все кордоны, через перекрытые улицы практически доехать невозможно. Такси с 9 мая – это очень ненадежный вид транспорта. У тех людей, у кого нет машины в семье, да, то есть, ну, они, естественно, блядь, они, естественно, кроме как кто-то, да, их никто довезти не может. Есть ветераны, у кого родственники живут в других городах. Вот, допустим, господин Матвеев говорил, что да пусть они приедут. Ну, это, конечно, прекрасное пожелание, да, но… Подождите, вот нам сказали, что господин Матвеев, заместитель главы администрации нашего города, если я ничего не путаю, да, сказал, что люди, у которых нет родственников, пускай обращаются в администрацию, всех привезем. Вот, смотрите, Антон, люди, которые пусть обращаются в администрацию, людям по 95, 97, 100 лет. И господин Матвеев предлагает им просить у него. Вы знаете, вот мы перед этими людьми в таком долгу, что нам за всю жизнь никогда не стать достойным их подвига. Нет, ну подождите, дело в том, что есть их родственники, которые могут обратиться в администрацию, если вот так вот, ну, рассматривать ситуацию. Родственники, я так понимаю, что те, кто курс, родственники об этом, да, то есть родственники именно, не ветераны, потому что ветераны, ну, вы сами понимаете, в 95 лет человек, который отстоял нашу родину, да, ему, наверное, был бы такой вопрос. Хорошо, родственники. Вот несколько человек, я знаю, что были привезены какими-то государственными службами, то есть здесь служба социального такси, как раз, которая работала по заявкам. То есть, они сегодня пришли. То есть, получается, а кто-то не обращается, да? Не обращаются по причине, а, все-таки, государство должно заботиться о своих гражданах, сегодня должно заботиться о ветеранах, сегодня сегодня. А, то есть, они принципиально не звонят? Это не принципиальная позиция. Это, допустим, если мы говорим о родственниках, то кто-то, ну, говорит, ну, о чем мы будем просить? Им неловко, им стыдно, там, кому-то может быть и неприятно это делать. А эти ветеранские всякие организации? Это вот вопрос уже, почему Советы ветеранов этого не делают, я правда. А они не делают? Я не знаю, если бы они это делали, то, наверное, мы бы сегодня 27 человек привезли. 27 человек, да, то есть, привезли вы. Слушайте, ну, удивительно. Так, напомните, Гузель. Айт Кулово. Айт Кулово, это у нас волонтерское движение Майя, правильно все? Молодежная организация Майя. Да, вот. Собственно, каждый год они сходятся в неравной борьбе с администрацией нашего города. И в итоге пытаются заставить их привезти, привозить ветеранов, а привозят сами. Вот, с правдами и неправдами, силами своих волонтеров. Насколько мне известно, что в прошлом году, да и в этом, чтобы пройти гарантированно за кордоны сотрудников ГИБДД, собственно, вызвались помочь сотрудники силовых структур, да, прокурорские работники, собственно, на своих машинах, да, здравствуйте. Вот, твой сотрудник городской прокуратуры. Да, на своих машинах привозили ветеранов, ну, в расчете на то, что их удостоверения, ну, как бы, помогут им преодолеть кордоны ГИБДД. Собственно, помогают. Вот, так, ну, в общем, вот мы сейчас, наверное, совершим... Спасибо вам за это. Вот, мы сейчас совершим еще раз небольшой такой обход, и я, наверное, пойду в какой-нибудь загонщик для прессы, вот, чтобы с хорошей точки парад снять. Вот, потому что я уже никого из коллег не вижу, сейчас, наверное, возникнут проблемы, полиция перестанет узнавать удостоверение. У меня так было просто пару лет назад, вот, так. Так, ну, вот удивительно, да, удивительно. Смотрите, вот там люди стоят друг друга на головах, в расчете что-то увидеть, а здесь, насколько я понимаю, ну, вот это огороженное место для зрителей, ну, для простых горожан, оно практически пустое. Главным образом потому, что люди не понимают, как сюда пройти. Я вам скажу, это настоящий квест, потому что я сегодня, повторюсь, оббегал через Макаровский мост все эти пробки, ой, все эти, простите, постыки БДД, у меня на это ушло очень много времени. Вот, а вот смотрите, кстати, неплохая точка, сейчас я нацеплю лейджик прессы, чтобы ко мне не возникало вопросов. Здравствуйте, скажите, а как вы сюда попали? Нет, я имею в виду, а, это по пригласительным, да? Вот, я просто пытаюсь понять, где какие зрители стоят. А, ну вот, все, вопрос снялся. Эти люди сюда попали по пригласительным, вот. Я, честно, не знаю, как это все устраивается у нас. Парад! Пангосударственный флаг Российской Федерации! И с нами победы! Сбыльно! Для встречи слева! Наград! У! На площадь вносится знамя победы и государственный флаг Российской Федерации. В славянной группе военнослужащие роты почетного граула Центрального военного округа. Именно им предоставлена честь открывать парад победы на Урале. Знамя победы в руках сержанта Ивана Метели. Это ответственное право Иван заслужил добросовестным отношением к службе с первых армейских дней. Ассистенты у знамени победы сержант Илья Делишеву и рядовой Иван Родионов. Командир знаменой группы офицер штаба Центрального военного округа капитан Александр Фрунк. Государственный флаг Российской Федерации несет сержант Антон Бальчуков. Ассистентная знаменосца сержант Андрей Желудков и рядовой Михаил Долженко. Ритуал внуса знаменом сопровождается музыкой из песни композитора Александрова и поэта Лебедева мочи. Священная война, ставший символом несгибаемого лодка нашего народа. Битва за Берлин. Последняя крупномасштабная операция советских войск в Великой Отечественной войне. Он был тяжелый и правопролитный. Продолжалось 23 дня. 185 тысяч наших воинов отдали свои жизни в логове немецкого фашизма. Знамя победы, подруженное 73 года назад над Рейхстагом, принадлежало 150-й стрелковой ордена Путузова 2-й середины и 3-й дивизии 79-го стрелкового корпуса 3-й ударной армии 1-го Белорусского фронта. В честь детей ударной армии под командованием федерала Путузова первыми вошли в Верлин. Воение Совета Армии при улучшении передовой напрям должен подрузить с нами на 3-стага. По числу дивизии было изготовлено 9 знамён. Знамя номер 5 было отучено в 150-й стрелковой дивизии. Именно её подразделение штурмом брали Креста. Вечером 30 апреля 1945 года, после нашестачённого боя, разведчики Михаил Егоров и Мелитон Кантария подрусили алое полотнище на крыше Вейхстага. Именно этот флаг увековичен в истории. Сегодня знамя победы – символ мужества и преемственности славных боевых традиций тех, кто поверил фашизм в самой тяжёлой, самой кровопролитной в истории войне. Молодые офицеры от имени своего поколения утверждают, что не уронят чести отцов, дедов и братьев, что российское оружие в надёжных руках. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Война! Парад! Война! Для встречи слева на кратку! Вот видит эта прекрасная командирская «Волга»! За площадь прибыл командующий войсками Центрального военного округа Георгиевский кавалер, генерал-лейтенант Александр Лапин. Встреча командующего парада и принимающего парад состоится перед главной трибуной Екатеринбурга. Александр Лапин принимает доклад о готовности войск. Товарищ генерал-лейтенант, войска Екатеринбургского гарнитона для парада по знаменованию 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне построены командующий парадом генерал-лейтенант Калоев. Машины направляются к завершим шеренгам для традиционного приветствия и поздравления. В строю ученики военнослужащие Центрального военного округа отличники учебы и боевой подготовки, рейдовые офицеры. Многие имеют боевой опыт, награждены ординами и медалями. Оба автомобиля движутся с максимальной симптомностью. На первой машине командующий войсками округа генерал-лейтенант Александр Лапин. Округ под его командованием успешно выполнил все задачи только что завершившегося зимнего периода обучения. Здравствуйте, товарищи! Здравствуйте, товарищи! Поздравляю вас с 73-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне! Командующий объезжает парадный строй. Он приветствует военнослужащих и поздравляет их 73-й годовщиной Великой Победы. Здравствуйте, товарищи! Здравствуйте, товарищи! Поздравляю вас с 73-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне! Ура! Страна и в то же время красива церемония военного парада. На приветствие войска отвечают троекратным ура! В боевом строю мотострелки, танкисты, летчики, синичники, артиллеристы, ракетники, десантники, специалисты войск, связи и военные жизнодорожники, рядовики военного дела. Поздравляю вас с 73-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне! Ура! На площади и парадный расчет Уральского института Государственной противопожарной службы МЧС России. Здравствуйте, товарищи! Поздравляю вас с 73-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне! Ура! Всегда на боевом посту военнослужащие Национальной гвардии Российской Федерации, военной полиции и специальных служб, Все они представлены на сегодняшнем параде. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Командующий направляется в трибуны к месту коллектива ветеранов войны. Рученики Крила, командование Центрального военного полуга, руководители федеральных и региональных органов власти, почетные гости столицы Урала. Над площадью звучит знаменитое русское Ура! Командующий войсками Центрального военного полуга выкидается на трибуну. Война! 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 Товарищи солдаты, сержанты, старшины, прапорщики и офицеры, Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны! 73 года отделяют нас от знаменательного дня, который изменил судьбу не только нашей Родины, но и всего мира. Красная армия разгромила фашистскую Германию и над повешенным Рейхстагом взвелось красное знамя победы. Уважаемые товарищи, поздравляю вас с Днем Великой Победы, с Днем Величайшего Триумфа нашего народа, самым главным, самым родным, поистине всенародным праздником он олицетворяет силу и славу нашей любимой Родины, твердость духа и крепость характера поколений победителей. В этом празднике соединились народная гордость и народная память, блеск орденов и слезы ветеранов. Единение всей страны, любовь к отчизне, массовый героизм бойцов и командиров, Красной армии на полях сражений, самоотвешенников, дружинников тыла, стали главными слагаемыми Великой Победы. Пройдут века, сменятся многие поколения, но честь и слава нашей Родины, ее армии, величия и подвига будут вечными и неизменными. Великая Отечественная война стала невиданной трагедией для всего советского народа. Она огненном смерче прошла по стране и оставила несоживающий след в наших семьях и наших землях. Фашистскими портами разорены, разграблены, сожжены тысячи городов, поселков и деревень. Война унесла 27 миллионов жизней наших соотечественников. Такова цена победы. Мы склоняем головы перед светлой памятью всех, кто не вернулся с войны. Всех, кого уже нет с нами. Объявляю минуту молчания. ЗВОНОК В ДВЕРЬ Спустя десятилетия мы чтим подвиг каждого. Вспоминаем всех, кто остался на полях сражений, был замучен в лагерях, умер от голода и ран. Всех, кто отдав своей жизни, подарил будущее и нашей стране, и всей планете. Их имена золото писаны в героическую летопись Великой Отечественной войны. Дорогие наши ветераны, на вашу долю выпали тяжелейшие испытания. Вы ощутили на себе все ужасы военного лихолетия. Ценой неимоверных усилий, благодаря своему мужеству, стойкости, верности солдатскому долгу, вы сокрушили гитлеровскую военную машину. Низкий вам поклон и долгих лет жизни. Сегодня, в вашу честь, мы вновь поднимаем знамена и славим ваш великий ратный и трудовой подвиг. Перед вами в парадном строю ваши внуки и правнуки. Олицетворяя живую и неразрывную связь времен и поколений, открывать парад будут воспитанники Екатеринбургского Суворовского военного училища, юно-армейцы и парадный расчет Екатеринбургского кадетского корпуса. Они достойны памяти солдат Великой Отечественной войны. Они держат равнение на знаме победы и готовы защищать Россию так же, как и их прадеды. Уважаемые ветераны, военнослужащие и граждане Екатеринбурга, с праздником, с Днем Великой Победы! Слава ветеранам-фронтовикам! Слава великому нашему народу, народу-победителю! Ура! 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 Продолжение следует... 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 и старшина Ольга Веселова. К трибуне приближается парадный расчет офицеров 14-й армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны. Поздравляет строй начальника отдела старший летчик управления авиацией полковник Виталий Григорьев. Знамя военно-воздушных сил в руках капитана Алексея Кушатанова. В парадном стройку военнослужащий краснознаменного ленинградско-павловского мотострелкового полка легендарной 90-й танковой дивизии возглавляет расчет подполковник Виталий Григорьев. Боевое знамя полка несет заместитель командира Рута по работе с личным составом старший лейтенант Сергей Протик в стройке отличный боевой подготовка. На площади 1905 года личный состав краснознаменной Севажской бригады управления Центрального военного округа возглавляет парадный расчет начальник штаба бригады подполковник Евгений Раевский. В строю отличники боевых подготовки и френер Кирилла Кудни береговой Николай Виталий. На площадке личный состав отдельной бригады радиационной химической и биологической защиты Центрального военного округа личный состав неоднократно принимал участие ликвидации чрезвычайных ситуаций в том числе РКБД В последствии высшие сечественные язвы и Молодецкого автономного округа возглавляет парадный расчет командир бригады полковник Александр Гирожен Шевский. Парадным в строю расчет отдельной бригады радиоэлектронной борьбы которую возглавляет полковник Андрей Гирожен На вооружение и соединение поступили на высший комплекс радиоэлектронной борьбы Красупка-1-2 Боевое знамя в руках командира взвода старшего лейтенанта Павла Спивникова В строю отличники боевой подготовки майор Виталий Никотенко сержант Иван Григорий Виталий Аваган В трибуне приближается парадный расчет отдельной же дорожной бригады под командованием полковника Виталия Банарина В строю улучшается рассоединение майор Вячеслав Курцов, капитан Александр Гелик отличники боевой подготовки лейтенант Олег Кустерянцев В торжественной марше проходит личный состав Уральского института государственной противопожарной службы МЧС России Его возглавляет начальник института генерал-майор внутренней службы Анатолий Супруновский Знамя несет командир учебной группы сержант внутренней службы Андрей Дудин Ассистент из обеносца, младший сержант Андрей Кушелев и курсант Ильинис Назар За время существования институт подготовил более 50 тысяч выпускников Курсанты института неоднократно принимали участие в ликвидации через случайных ситуаций В 2018 году институт отметил 89-ю годовщину со дня образования среди выпускников герой Советского Союза Лея Илья Илья и герой Российской Федерации Валерий Замарай Институт является одним из старейших курсов МЧС России В строю курсанты девушки среди них отличница учебы Наталья Коловкина Перед тригуной парадные расчеты Уральского округа войск Национальной гвардии Российской Федерации Командует округом генерал-лейтенант Александр Попов В едином строю Чиканешак проходят Клинослужащие Подразделение Син специального назначения Роспаргий Восстанавливает парадный расчет Заместитель командира дивизии Полковник Елизавет Горов Боевое знамя В руках командира взвода Роты специального назначения Старшего лейтенанта Александра Попов Еще одна прославленная Уральская воинская часть Войск Национальной гвардии Морской отряд Парадный расчет которого Восстанавливает Заместитель командира Капитан 2-го ранга Магомед Расул Магомедов План морских частей Росгвардии Несет командира взвода Сорожевых катеров Старший лейтенант Константин Вороник На площади парадный расчет Главного управления Федеральной службы Исполнения наказания По Соколовской области Его возглавляет майор Внутренней службы Михаил Митей Взводная парадная рота Включает в себя лучших офицеров За их плечами Командировка Северный Кавказ И нелегкие В парадном стою Подразделение Регионального управления Военной полиции По Центральному военному Бокову Возглавляет строй Начальник отдела Подполковник Геннадий Макаров Подразделение Военной полиции Сформировано В 2011 году Личные сосуды При неполучии Среди террасы Сирийской Арамской Беспублики Завершает Прохождение Пешей колонны Парадный расчет Отдельной Десантно-штурмовой Бригады Под командованием Гвардии Полковника Андрея Стесина Бригада Является Миротворческим Сетей Полностью Укомпультованным Военнослужащим По контракту Занимает Одну из Следующих Крест По бою Изменения По населению Воздушно-десантных Поисков Воздравляет Парадный расчет Командир Десантно-штурмового Батальона Гвардии Майор Владимир Сахар Влаги Воздушно-десантных Поисков В руках Заместителя Командира Батальона По работе С личным Составом Гвардии Капитана Сергея Назара А вот сейчас Поедет Техника Сейчас Техника Поедет Только что По площади 1905 года Прошли лучшие Солдаты Сержанты Офицеры И генералы Центрального Военного Упруга Десантники Сотрудники Силовых Ведомств И учреждений Курсанты Военных Вузов А многочисленные Зрители Собравшиеся В самом Центре Столицы Урала Сейчас Слышат Грозный Рев Моторов Находится В предвкушении Продолжение Парада На брусчатку Машины Наводили Ужас На врагах С боевыми Знаменами На башне Ханик Нервами Рупались Вражеские Города 34-й Прошли Славный Бойбой Путь От Курской Дуги До Праги И Берлина Совершили Героический Переход Через пустыню Бобель И Хингар По оценке Специалистов Т-34 Лучший Танк Второй Вировой Войны Он по праву Считается Одним Из самых Узноваемых Символом Победы Перед Трибунами Проходят Бронированные Автомобили Тимы Состоящие По Ужимой Подразделения Специального Назначения Автомобиль Способен Двигаться По Пересеченной Местности Преодолевать Водные Меграны Прот На площади Танк Т-72 В3 Сегодня За рычагами Грозных Боевых Машин Внуки Сильный Браво Удей Героических Танкистов Великой Отечественной Войны Т-72 Это Сочетание Силы Огневой Мощи И Экипаж Татка Три Человека Вооружение 125 Миллиметровой Кладкоствольной Туши Переход По На площади Плесные Руни Транспорт Тролю ВТ-82 АМ Огневая Мощь Вдвое Превышает Возможность Прешествия Вместо Пульмотной Вашей установке Новая Машина Получила Дистанционно Управляемый Боевой Модуль По Врусчатке Движется Вооружение Военная Техника Ракетных Войск И Артиллерии Перед вами Самоходная Гаубица Встата Экс Предназначены Для уничтожения Тактических Янерных Средств Артиллерии Управления Мехоты 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 В парадном Строю Четырехосные Бронированные Артиллерийские Тягачи Медведь На базе Автомобиля Мехоты 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 Дальность Сведения Огня Из Буксируемой Гаубицы Более 24 Километра Она является Эффективным Огневым Средством Поражения Протива На площади Мехоты Буксируемая Пушка Аромира Главное Ее преимущество Небольшой Вес Высокая Ночность И надежность В бою Пушку Буксирует Автомобиль Урал За ними Следуют Специальные Транспортные Средства С многофункциональным Беспилотным Комплексом Орлан Комплекс Предназначен Для ведения Наблюдения Определения Координат И трансляции Целей Смотрите Обратите внимание Машины Везут Беспилотники Орлан 10 Это беспилотник Он умеет Вырубать Зотовую Двязь Например Реактивные Системы Залпового Огня Гран Предназначены Для поражения Открытой Живой Силы Противника И легкопранированной Техники В параде Устроение Самоходной Усковым Установки Оперативно-тактического Ракетного Комплекса Искандер-М Он способен Нанести удар Высокоточными Ракетами По ценам На дальность До Минус Су Комплекс А вот это Панкер Заги Тихона Приближается Вооружение Военная Техника Войск Противовоздушной Обороны Зенитно-ракетные Комплексы Средней Дальности М1 Предназначены Для борьбы С маневрирующими Аэродинамическими Целями На главной площади Урала Зенитно-ракетно-пушечный Комплекс Панцирь И военных Объектов От всех Современных Средств Воздушного Нападения Впервые Перед трибунами Проходят Армейские Мотовесеходы АМ-1 Предназначенные Для ведения Назорных И рейдовых Действий В различных Климатических Условиях Они являются Надежными Помощниками Военнослужащих Разведывательных И специальных Подразделений К трибуну Приближаются Автомобили Повышенные Проходимости УАЗ Предназначенные Для эксплуатации На дорогах Всех категорий И бездорожье Они нашли Срок И применения Вооруженных Синтах На брусчатке На брусчатке Броне Автомобиль Повышенные Защищенности Тайфута В различных Застава Они созданы Усилиями Более 120 Предприятий Страны Противоминная Защита И герметично Обитаемое Пространство Машин Обеспечивают Руговую Защиту Военнослужащих Перед Трибунами Проходят Машины Комплекса Радиэлектронной Борьбы Красуха Комплекс Предназначен Для прикрытия Командных Пунктов Группировок Войск Средств За ними Исследует Машина Связи И управление На базе КамАЗ Они предназначены Для выстрела Радиэлектронной И Беспроводного Доступа На площади 1905 Года Техника Войск Градиационной Химической И Белагической Защиты Разъясняется